Более 30% таков вклад Магнитогорска в экономику Челябинской области. Этот показатель стабилен, как и социально-экономическое развитие города Металлургов. Цифры, подтверждающие этот вывод, привела в своем докладе на Большом аппаратном совещании в администрации заместитель главы города Александра Макарова. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг по Челябинской области по итогам 2019 года составил 1 трлн 879 млрд рублей. Вклад Магнитогорска в экономику Челябинской области составляет более 30%. Уровень заработной платы работников крупных и средних предприятий и организаций Магнитогорска самый высокий в области и составляет 46 700 рублей в месяц. При этом уровень безработицы ниже регионального. На 1 января 2020 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,88. Если мы посмотрим в целом по России, это 0,9. Если посмотрим в целом по Челябинской области, это 1,1%. У нас с вами зарегистрировано на 1 января 2020 года официально 1 603 безработных. Для малообеспеченных категорий граждан города предусмотрены бюджетные субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Общая сумма выплаченных в 2019 году субсидий составила более 260 млн рублей. Получателями стали более 26 тысяч горожан. Выполнять все социальные обязательства позволяет внушительный годовой бюджет Магнитогорска – 15 млрд 800 млн рублей. В своей структуре бюджет города традиционно оставался и остается у нас социально ориентированным. Почти 10 млрд из этих денег мы отдаем с вами на социальную сферу. Это на управление образованием, на культуру, на физкультуру и на управление социальной защитой населения. Это почти 64% от нашего бюджета. Около 6 тысяч первоклассников усядутся за парты в новом учебном году. В пятницу стартовал первый этап подачи заявлений на зачисление в первый класс. Завершится он 30 июня. В этот период документы будут приниматься на детей, зарегистрированных на закрепленные за каждой школой территории. Заместитель начальника управления образования Ольга Бирюк отметила, что заявление можно подать только в одну школу. И сделать это можно как лично, так и в электронном виде через сеть интернет. Подробная информация о зачислении в школу, графике приема документов в каждом образовательном учреждении размещены на сайте управления образования, а также на сайте каждого образовательного учреждения города Магнитогорска. По вопросам приема в образовательные учреждения родители могут обращаться непосредственно в школу, а также в отдел организации общего образования управления образованием по телефону 49 85 96. Завершая совещание, заместитель главы города Максим Маскалев поздравил работников и ветеранов Треста Магдетострой. На этой неделе ему исполнился 91 год. Его история началась в 1929 году, а через три года возведенная первостроителями Домна выдала первый чугун. Завтра, 1 февраля, наш металлургический гигант ПАО ММК отмечает также день рождения 88 лет. Поэтому, конечно, вклад в развитие и города, и Челябинской области, и нашей страны, конечно, неоценим. Поэтому также хочу поздравить от нас и от всех жителей с праздником, пожелать здоровья, счастья, успехов и благополучия. Андрей Рыжков, Денис Иванов, телекомпания ТВИН.